Музыка Кризис принес в нашу жизнь много проблем и трудностей. И в первую очередь это связано с рынком труда. И тем не менее, в общем-то проблем с выбором будущей профессии у молодежи не должно возникать. Потому что специальностей на рынке труда существует множество. И научиться любой профессии можно. Главное было бы желание. Наверное, самая популярная и востребованная рабочая профессия сегодня это пекарь. Ведь не даром говорят, хлеб всему голова. Значит, пекарь это самая главная профессия. Узнать о них, если не все, но хотя бы самое главное и понять, почему они выбрали эту профессию, мы отправляемся на одно из старейших тверских предприятий по производству хлебобулочных изделий. Основанное почти 80 лет назад. Когда-то еще в Калинине это был хлебозавод номер один. Теперь в Твери это закрытое акционерное общество. Несмотря на то, что на здешнем производстве часто бывало телевидение, многое сегодня вы увидите впервые. Не говоря уже о самих хлебопеках. Получив все необходимые разрешения, наша съемочная команда облачилась в спецодежду, такую же, которую носят все работники. Нас сразу же повели знакомиться с пекарями, а по ходу показывали и весь процесс производства хлебобулочных изделий. Вот здесь, на этой автоматизированной линии, пекут до семи видов батонов. Но прежде необходимо сделать их основу, опару. Жидкую закваску для теста из дрожжей и небольшого количества муки приготавливают рядом. А для этого нужны несколько специалистов пекарей, такие как дрожжевод и тестоминс. Сейчас, как я все это замену! Основа для булок находится вот в этих дежах. Постоянно на готове 3-4 таких емкости. Из них при помощи подъемника масса поступает на линию. За всем процессом следит тестовод Светлана Рузняева. Она пришла на завод на закате перестройки и, несмотря на тогдашние трудности, не изменила своему делу до сих пор. Раньше было очень найти тяжело работу. А на хлебозаводах получали, в принципе, всегда хорошо. Хоть работа тяжелая, но получали хорошо, хорошую зарплату. Поэтому, ну как, пришлось идти, скажем так, пришлось. Тяжело было поначалу, но потом втягивается. Человек привыкает ко всему. А потом уже было, когда отработаешь год, два, три. А когда уже четыре и пять, отсюда просто невозможно уйти. Да и вовсе нет причин оставить любимую работу, добавляет Светлана. К тому же, не такая уж эта работа и монотонная, как считает большинство. Светлана вовсе не стесняют границы одного цеха. В связи с тем, что я работаю очень давно, все-таки 15 лет это стаж, я освоила, скажем, 3-4 смежные профессии у меня есть. Я, как и пекарь, могу и на линиях работать, могу и тестоводом циста заводить, могу и дрожжеводом работать на черной линии, что тоже очень, в принципе, я могу подменить, ну, практически любого человека на заводе. Российские пекари переживали разные сложные времена. Например, вот эту европейскую линию ГАСТОЛ купили за два дня до августовского кризиса 1998 года. Это был вообще первый такой опыт покупки зарубежного оборудования на хлебополучных предприятиях в Тверской области по специальному бизнес-плану, по специальному кредиту. Предприятие, в общем-то, попало в сложный период, но справилась. Линия работает, до сих пор уже себя окупила неоднократно. С конвейера выходит порядка 22 тысяч штук батонов за одну смену, а смена у пекаря длится 12 часов. Здесь в смену на этой линии работают 4-5 человек. После деления и округления заготовки из теста подвергаются предварительной расстойке, то есть выдерживаются на противне около 10 минут, что улучшает структуру теста. А затем еще пока не батоны поступают на движущийся нож, который наносит на них определенное количество нарезок, в зависимости от наименования продукта и технологической карты. Точно так же задается и температура в печи по графику. В основном она держится на отметке плюс 260 градусов. Как румянится в печи батоны, мастер может проследить, заглянув в специальное окошко. Эта линия работает постоянно и беспрерывно, а останавливают ее только на несколько часов на профилактику. 12-часовой рабочий день пекаря в составе бригады, в условиях повышенной температуры и интенсивности, работа стоя в режиме конвейера. Вот еще одно требование к людям этой профессии – выносливость. Нам с непривычки было крайне жарко находиться в цехах. Чтобы проверить, не угорели ли мы, отправляемся в медпункт предприятия. Врачей здесь тоже можно считать хлебопеками. От них многое зависит. Выйдет ли кондитер на смену или нет? Позволит ли пекарю отработать смену или нет? Светлана Викторовна, я как понимаю, любой сотрудник, кто выходит в цех на линию работы производственную, он обязан заглянуть в медпункт, и вы должны осмотреть его, прежде чем человек будет работать. Или если в процессе что-то ему стало? Если только в процессе. Любого мы осматриваем только в кондитерском цехе. То есть перед выходом на работу, да, действительно, у нас есть специальный осмотр журнала, мы где отмечаем все осмотры. Ну, осмотрим в основном кожные покровы, носовые, слизистые, вот эти все, которые, да, Татьяна Сергеевна? А что вот здесь у вас, ну, в медпункте, что еще какие процедуры проходят? У нас есть физиокабинеты, где мы физиолечение обычно, самое такое простое, которое можно совмещать с рабочим процессом, лазеромагнит, адресанваль у нас есть, УВЧ иногда делаем. Есть процедурный кабинет, где мы отпускаем процедуру. То есть обычные перевязки делаем, если какие-то раны, там, кровотечения, и у инъекций, профилактические, как правило, ну, и по экстренности оказания помощи. Медицинские требования к пекарям крайне высокие. Если у человека заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата или сахарный диабет, хронические инфекционные заболевания, кожная аллергия, экземы кисти рук, дефекты зрения, то даже при огромном желании ему не работать на хлебозаводе. Я изначально с молодости заканчивала учебное заведение, которое, вот, профильное учебное заведение, поэтому как-то с молодости решила для себя, что это мне будет интересно. Вот этим я, в принципе, и занимаюсь все время. Татьяна Мартюшина начинала пекарем, потом была тестомесом. Сегодня мастер основного производства. Уже 13 лет в пекарском деле. Она работает на так называемой черной линии по производству хлеба, классического черного дарница или светлого ситного. Как мастер Татьяна обязана контролировать все процессы изготовления продукта полностью. Производство это очень длительное. Как раньше бабушки в старинных русских печах пекли хлеб, также у нас очень длительное производство. Хлеб готовится на молочно-кислых захвасках. Это основа нашего хлеба. Захваски бродят в течение двух часов, затем в течение двух с половиной часов бродит тесто, затем оно идет на разделку и вывечка этого хлеба целый час. Итого получается, что приготовление одной буханки занимает до восьми часов. Хлеб объединяет людей. Он как олицетворение домашнего очага. Семья на работе и дома, как показывает время, очень важно, особенно когда дело имеешь с хлебом. Недаром на старейших производствах, как на этом, работают династии, которые служат примером молодежи. Нина Преснякова частенько ездит на работу вместе с мужем и сыном. В данный момент я вот уже почти 21 год скоро работаю. У меня здесь работает сын с 94-го года, когда он служил армией, пришел к нам сюда. И в данный момент он работает. Работает он в транспортном цехе. Муж работает 17 лет. Тоже работает водителем. У вас семейные прям... У меня семейные здесь, да. И никто мы пока в данный момент не хотим ходить. Говорит, до пенсии рукой подать. Но даже и потом готова остаться на производстве. А ведь Нина Анатольевна с 1988-го здесь. И кем только уже не поработала. И тесто заводила, и выпекала, и принимала, сдавала хлеб. И мастером на разных линиях была. И кажется, уже не раз могло порядком все наскучить. Мне очень нравится работать с людьми. Выпускать хлеб. Это все-таки, понимаете, это вот душа. Ведь хлеб – это все, что у нас есть на свете, понимаете. Потому что нравится мне сработать. Лепить, наполнять начинкой, украшать и делать из теста узоры. Для кого-то монотонный труд, а для них – творчество. Попробовав многое за 8 лет своего пекарства, Надежда Самсонова для себя решила точно. Вот пирожок, его же надо с душой сделать. Или каравай. Его тоже надо вложить в душу. Это, как я считаю, вообще это полезная и нужная работа. То есть себя здесь чувствую я нужным человеком. Совсем недавно Надежда участвовала в конкурсе выставки Российского Союза пекарей. Почти каждый уважающий себя специалист считает должным время от времени повышать свое мастерство. Профессия пекаря очень многогранна. Включает в себя ряд специальностей. Профессия тарифицируется в зависимости от уровня квалификации работника. Пекарь может иметь высокооплачиваемый 4-й, 5-й разряд, но только при условии освоения всех смежных профессий, таких как пекарь-мастер, пекарь механизированных, комплексно-механизированных линий, пекарь электрических и газовых печей и даже кондитер. Генеральный партнер программы специалисты – сеть Бистро Чикин Хаус. Суцебело. Остро и смело. Только в Чикин Хаус. Ваше. Продолжение следует...